Всем привет дорогие друзья! Давно у нас не было жесткого автохлама, то есть той самой рубрики, которую вы все так любите и честно признаюсь, это моя самая любимая рубрика. Настал тот прекрасный день, когда у нас появился очередной автохлам, который мы сегодня вывернем наизнанку. Первое, автомобиль действительно с очень серьезными предпосылками на автохламность и второе, у меня давно чешутся руки вывернуть наизнанку нечто подобное. Так что знакомьтесь, сегодня у нас Subaru. Субтитры сделал DimaTorzok Уделил буквально 3 минуты ее беглому осмотру, заглянул под капот, заглянул в багажное отделение, снял две резинки и составил для себя полную картину о том, что пациент скорее мертв, чем жив. Но дорогие друзья, я вам справедливости ради скажу, что здесь не нужно быть большим специалистом, достаточно просто обойти вокруг, посмотреть по цветовым оттенкам, посмотреть по бамперам, посмотреть по кузовным элементам, для того, чтобы понять, что машина действительно настоящий автохлам. И вы меня спросите резонно, где же ты взял этот замечательный автомобиль для обзора? А я вам отвечу, машину предоставил один из подписчиков, его зовут Сергей и к большому сожалению, в первую очередь для Сергея, мой канал он стал смотреть гораздо позже, чем купил этот автомобиль. Но в любом случае для Сергея это проблема, а для нас это интересный материал. Так что знакомьтесь, Сергей. Привет, Макс. Привет, Сергей. Машина была куплена в 2015 году, в ноябре, за 700 тысяч. Естественно, она по цвету соответствовала, одной цветовой гамме какой-то. То есть разукрасил зебру, зебру, зебру сделал уже ты потом в процессе? Да, это уже я, когда выяснились все эти проблемы, сдал задом, не заметил столбик. Ты давай знаешь, с чего начни? Начни с главного. Как ты ее покупал, при каких обстоятельствах и, собственно говоря, проверял ли ты ее? Я ее не проверял, попросил знакомого мне помочь, он, в общем, был сильно занят. Приехал, посмотрел машину, вроде она мне понравилась. Едет, ни стуков, ни ошибок, ничего не было. Спросил, битая ли она. Мне сказали, что, ну, там, здесь притерся, тут притерся, там. А ты вот реально, когда задавал вопрос, битая она или нет, ты думал, что тебе скажут, что она... Ну, я надеялся, да. Надеялся. В тот момент, в 2015 году ты еще верил в людей, да? Да, то есть ты еще им доверял и не разочаровался. Я и сейчас в них верю. Ты и сейчас веришь в людей? Ну, слушай, у тебя цена ошибки 700 тысяч рублей, ты веришь в людей? Ну, не во всех. Не во всех. В каких-то верю. Так, ну, хорошо. Ты, значит, спросил, битая или нет. Тебе, конечно, накидали в уши то, что она не битая, то, что она не крашенная. Ну, то, что она крашенная, там, бампер здесь заменили. Тот бампер красился, чуть-чуть крыло притерли. Вот, по этой стороне, по той стороне, я думаю, ну, сейчас, наверное, машину тяжело найти, которую не притирали. Ну, это, знаешь, бытует такое, да, мнение, что в большом городе все бьется, все красится. Это и так, и не так, с другой стороны. Слушай, ну, а в какой момент у тебя появилось такое, вот, знаешь, ощущение, такой флер, что тебя, ну, как бы сказать так помягче, обманули? Да, 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 ну, естественно, ну, действительно, ну, как скажешь по-другому? Вот, когда ты понял, что тебя, собственно говоря, отт, и нахлобучили? Так. Понял тогда, когда сдал задом, на парковке не заметил столбик, въехал задним бампером, позвонил знакомому своему, говорю, Леш, можно бампер вытянуть, посмотреть заодно, что скрипит, потому что скрипела задняя полка, я выкидывал все из багажника, все, что можно, но скрип остался. То есть ты, Свято, верил, что у тебя домкрат скрипит, или там запаска, запаска так ерзает, да, во все стороны ее крутит, вращает, то есть, по идее, запаску здесь должно крутить, а ее в багажнике крутят. Делаешь музыку погромче, и посторонние скрипы уходят. Да, собственно говоря, так, может быть, ты ездил бы так, и ничего не предвещало беды? Да, грустно так ездить, громкая музыка мешает. И через сколько у тебя вот засвербило, зашевелило во всех местах то, что как-то что-то не так с машиной, сколько, месяц, два, три? Ну, где-то через год. Через год? Да. То есть ты год ездил, даже не подозревал, что у тебя с машиной? Год ездил, она, да, абсолютно себя нормально вела. Ну, ты говорил, у тебя датчики подушек безопасности горели, или это позже случилось? Датчик начал гореть позже. Позже? Да. Сильно позже, но ошибка то моргала, то пропадает, я думаю, ну. Косяк, наверное, какой-то был. Ну, в общем, ты заехал к знакомому в автосервис. Я заехал к знакомому, он отодрал бампер, говорит, в общем, повезло тебе, херню ты купил. Повезло тебе, ты купил херню. Ну, так часто на самом деле бывает, когда покупаешь вот просто то, что нравится, именно потому что нравится. Очень часто вот бывает именно такой результат. Но, у нас сейчас не хуже, чем программа «Пусть говорят», у нас есть еще один гость. Леша, заходи. Здравствуй, Максим. Здравствуй, Леша. Мы сделали вид, что мы с тобой не виделись сегодня. Здравствуй, Леша. Здравствуй. Меня тоже. Леша, объясни-ка нам, пожалуйста. И вот ты тот самый мастер, который открыл Сергею глаза и сказал, то есть, Сереж, а не говно ли ты купил, дорогой мой товарищ? Он сказал не так, он сказал, ты купил говно. А, то есть, у него даже не было сомнений, говно ли он, ты купил или нет. Так, и ступенчато, но коротко, но ступенчато. Человек пришел, сказал, Леш, посмотри бампер. Так. Бампер сняли и обнаружили, ну, что там далеко не только бампер. Так. Переварка полки. Переварка полки и вся жопа в тотал. Хорошо, интересный поворот событий, не правда ли? Я так понял, что ты начал помогать потом все это дело выправлять, как каким-то образом пытаться спасти ситуацию по машине. Хотя, честно скажу, я не знаю, вот после того, как я вчера там заглянул, там, по-моему, спасти нереально. Бытует мнение такое в интернете, что есть два-три мастера на всей Руси, которые могут сварить так, как делается на заводе. И даже могут по заводским швам все сделать так, что ни один эксперт никогда в жизни не определит. Не видел ни одного воочию. Я тоже не видел ни одного воочию. Я всегда говорю, друзья, вот мне пишут в комментариях, что, знаешь, вот можно сделать так, что ни один эксперт не определит. Друзья, первое, так сделать нельзя. Если так можно сделать, я всегда говорю, ну, привезите мне вот эту машину, покажите, как. Вот привезите мне мастера, который сделает тотал. Из двух сварит одну, как на заводе, что ни один эксперт не определит. На самом деле, как на заводе сделать нельзя, можно сделать хорошо, но не как на заводе, это понятно. Либо второй вариант, что никто не заметит. Вопрос такой, а кто проверяет? Да, если проверяют, да простите меня, Лена Лисовская за ее выражение, мальчики с толщиномерами, ну, здесь проблема, наверное, мальчиков с толщиномерами и проблема тех, кто к ним обратился. То есть человек экспертного уровня, он всегда определит, если машина восстановлена из тотала. Но не будем отвлекаться на такие лирические проигрыши. Ты еще что-то смотрел по машине? После обнаружения проблем с задней полкой бросился в глаза лонжерон, который я тебе, собственно, и показал. Да, лонжерон там, да, он не может не броситься в глаза. Да. Нет, особенно если ты знаешь, куда смотреть. Герметик, нанесенный поверх краски, был очень забавен. То есть как замазка такая, сантехническая замазочка, да, поверх и сверху, и даже не покрашенный. То есть просто... Нет, припыленный сверху, но как ты вчера и нашел, что лонжерон был другого цвета. Ну да, мы не будем забегать вперед, но на самом деле это инсайдерская информация, лонжерон здесь действительно другого цвета. Спойлер. Да, это спойлер. Но, дорогие друзья, я все-таки предлагаю не сводить это к такому разговору на троих и взять и копнуть машину по полной программе. Причем копнуть не так, как мы вчера ее смотрели. Я всегда отношусь к таким делам очень скрупулезно, и сегодня я настроен крайне агрессивно. Ты говорил, там под бампером какие-то проблемы? Большие. Большие. Если у нас хватит сил, если у нас хватит энергии, мы попробуем снять бампер, но минимум, что мы сделаем, мы снимем резинки, вынем заднее сиденье, разберем все багажное отделение, под капотом что-то разберем. Но если у нас хватит сил и нервов, если мы не сорвемся совершенно случайно, потому что я полагаю, что от увиденного могут сдать нервы, особенно у Сергея. Да, да, Сергей, такое было на нашей практике. Мы тогда еще снимем бампер, вот так вот. Многие потом спрашивают, а кто это собирает? Вот потом вам Сергей напишет в комментариях, кто это все собирал. Ну что, господа, приступим. Я предлагаю каждому... Заглянем внутрь. Вскроем. Знаешь, мне кажется, это больше будет не заглянем вовнутрь, а ты человек, я так понимаю, близок к медицине, это, наверное, больше на вскрытие будет похоже. Потому что у врачей есть некоторые диагнозы, которые ставятся только после вскрытия. Так же примерно и здесь. Так, ну чего, тогда давайте как-то зайдем, например, с водительского проема. Зайдем с водительского проема. Я всегда начинаю такие глобальные разборки машины с резинок. Ты уж, Серега, не обессудь, но и здесь мы церемониться тоже не будем. Будем освобождать рабочее пространство. Так, будем снимать пороги. У тебя как вот вообще нормально, комфортно вот с таким сиденьем? Не очень. Ты не подпрыгиваешь на почку случайно, нет? Нормально? Так, ну здесь у нас вся точка заводская. К этому проему вопросов нет. Что касается подушки, подушка аккуратно закручена трубочкой и присутствует. Так же присутствует какой-то незаводской абсолютно скотч или, иными словами, липкая лента. Вот она. Вот здесь вот такого быть не должно. То есть подушка закручена вот такой вот липкой лентой, которой на почте обычно пакуют посылки. Следующим этапом, будем делать все методично, нам торопиться некуда. Следующим этапом снимаем резинку из вот этого проема. То же самое проделываем с порогом. Так, здесь, здесь, здесь сварка тоже у нас идет заводская. По большому счету здесь каких-то таких глобальных вопросов. Хотя вот здесь вот уже идет на пыл краски. Здесь настолько дикий переход. Я не знаю, можно ли назвать это переходом, или это можно назвать, что это просто кисточкой закрасили. Леш, ты не можешь прокомментировать вот это вот безобразие? Ошибка моего маляра. Ошибка твоего маляра? При пользовании размывающим, так сказать, как он это выразился, растворителем. Не пользуйтесь размывающим растворителем, или пользуйтесь им, но с умом. Потому что вот так вот покрасить машину, я не знаю, честно вам скажу, я на даче заборы то лучше крашу. Просто обычной простой кисточкой. Такой вот переход сделать. Маляр уволен после субару. Ты знаешь, я на самом деле думаю, что твой уволенный маляр уже благополучно трудится где-нибудь в другом сервисе и продолжает нести свои нанотехнологии в народ. Здесь, наверное, вряд ли он остановится на вот этом, на достигнутом. Сергей, открывай, это багажник. Перейдем, да, перейдем к... К багажнику, наверное. К багажнику. Ну ничего, у тебя вся машина, хлам, не расстраивайся. Я думаю, это нам тоже здесь не нужно. Ну, чего, чего. Не будем себя ограничивать только дверными проемами. Снимем вот эту вот резинку. А вот это здесь п***ть будет. Вот, а вот это вот здесь действительно красиво. Ребят, здесь на самом деле очень красиво. Так, и вот с этой стороны... Сейчас я тоже подогну тогда. Вот так вот. Ага. Вытаскивай. Так. Как все тут мудренно. Держи, доверяю тебе. Доверяю тебе, домкрат. Тебе доверяю буксировочный крюк. Так, дальше. Это что такое? А, это стяжки. Пусть здесь полежат. ЦРУКАЛ. Держи. Чтобы не тошнило. Не болей. Так, это твое. Господа, ну я честно вам скажу. Я смотрю, я смотрю, у меня уже просто слезы наворачиваются. Вот как в фильме про Мимино, да. Когда я проезжаю станцию метро Багратионовского, у меня слезы. Но это слезы гордости. Когда я смотрю на эту машину, я не знаю, у меня какие-то слезы разочарования и слезы какой-то печали. Я не знаю, как можно было так усосать эту машину. Как можно было ее так укатать. Вынимаем. Опа. Слушай, по-моему, самое хорошее, что у тебя есть в машине, это вот эта запаска. Она реально соответствует заводским образцам. Она, по-моему, даже ни разу не использовалась. Она даже, наверное, ни разу не капитная. Ее вынимали просто после аварии каких-то, когда кузов ремонтировали. Вынимали, чтобы она не мешалась. Так, ну, здесь, конечно, классика жанра. Это технический мусор. Ну, просто на что можно сразу, например, вот прям сходу обратить внимание, как все это дело покрашено. То есть, вот это вот, вот эти цветовые оттенки. Вот это здесь. Так, есть контакт. Ну, шумоизоляция. Без нее никуда. Шумоизоляция это излюбленный, скажем так, излюбленный вариант такого. Закрытия швов. Закрытия швов, да. Дешевого ремонта. Причем даже не дешевого ремонта, а вообще такого адско-трешевого ремонта, когда закрывают швы именно шумоизоляцией. Ну, опять же, то же самое. Крыло вот это просто было в мясо. Здесь вариантов других нет. Пол багажника тоже на самом деле довольно унылое зрелище. Я, честно, я не понимаю, как так можно покрасить. Я не понимаю. Вот при всем желании. Вот здесь вот вообще просто какая-то радуга получается. То есть, по большому счету, я не знаю, гуашь или что это использовали. Как вот так вот можно покрасить машину? Блин, это реально жесть. Ребят, если кто-нибудь из мастеров узнает, вот то, что это ваша работа, то есть, ваше портфолио, вы мне в комментариях напишите, какие материалы вы использовали. Я не знаю, что у вас в голове в этот момент происходило. Может, у вас какие-то семейные трудности были. Может, у вас с женой поругались. Не знаю, может, вы просто Субару не любите. То есть, как можно сублимировать всю свою ненависть в свою работу? Я этого не понимаю. Я реально этого не понимаю. Это просто с такой ненавистью все это сделано. Не знаю, либо с кого-то жуткого похмела. Как иначе это можно сделать? У меня нет просто ответа на этот вопрос. Так, еще одна живая клипса. Это уже заявка на победу. Ну, что я вам могу сказать? Здесь ничего... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Там очень даже... Хотел сказать, ничего нового для себя не увидел. Друзья, я уже вижу, вы еще не видите. Но вы сейчас увидите, и вы удивитесь не меньше... Охренеть, я не удивитесь. Знаешь, мне очень нравится, когда люди называют вещи своими именами. Еще раз, скажи, что они сделают. Охренеть. В конец. Что, лазерная указочка у тебя есть? Значит, задняя полка полностью в тотале. Вот здесь вот. Охренеть, это она у тебя скрепила? Да, она и сейчас скрепит. Вот там вот. Вот здесь вот видны варные швы, точки. Вот здесь. Ну. Слушай, охренеть, это просто мясо. Это реально такой мясной ремонт. Вот здесь вот все погнуто. То есть вот это все погнутое. Вот там, в том же самом месте, тоже все в каком-то непонятном состоянии. У меня, честно говоря, такое ощущение, что он либо очень как-то быстро сдавал задом и наделся на столб, какой-то фонарный столб ровно по центру, либо его какой-то мотоциклист просто прорезал и протаранил. Потому что вот создается явное такое ощущение, что у него варен вот этот вот фрагмент, то есть вот это вот корыто, место под запаску. Потому что вот здесь вот нормально, не тронуто. Вот здесь вот более-менее нормально. Хотя, ну как сказать более-менее нормально? Видно, что ремонтировалось. А вот здесь вот прям по центру идут незаводские швы, то есть вот этот вот герметик. Вот смотрите, вот это вот незаводской герметик, вот это вот незаводской герметик. Ну и плюс, само собой, она была битая в крылья. Здесь, опять же, просто достаточно воспользоваться своими глазами и даже не надо быть большим специалистом. То есть вот это крыло, оно идет явно такого темно-сине-фиолетового цвета. И видно, что вот эта вот покраска незаводская 100%. Ну так же, если посмотреть на крыло заднее левое, здесь видно, что идут оттенки заводской окраски. То есть, в принципе, она, я, честно говоря, даже затрудняюсь предположить, что с ней могло быть. Ну, с ней была какая-то задница. По-другому-то и не скажешь. По пути снимем. О, господи. Вот сейчас как натурально получилось, что я удивился, как будто я первый раз вижу так. О, господи. О, господи, мои глаза. Вот как раз следы ремонтных работ. Та самая сварка пресловутая, точечная, о которой я всегда говорю. То есть вот здесь вот идет заводская точка. Здесь она просто пропадает. Идет шпаклевка, шпаклевка, шпаклевка. Какие-то точки высверливания, точки еще чего-то непонятно чего. И все это дело идет у нас буквально, буквально прямо идет чуть ли не до центральной стойки. Потому что здесь действительно мясо. То есть вот это вот крыло, блин, я так бью как-то необдуманно. Мне кажется, что шпаклевка даже треснуть может от таких ударов. Ну и что касается подушки, то же самое. Которая также закручена просто в трубочку. И в виде такого муляжа покоится здесь и вселяет некого рода надежду в любого человека. Который посмотрит, скажет, смотри-ка, подушка даже есть. А то, что эта подушка... Вадик, вот здесь вот сними. Я просто, честно говоря, вообще удивляюсь изобретательности. Вот эта подушка, она должна раскрыться. А она стянута пластиковой стяжкой. То есть здесь 100% видно, что это муляж. Эта подушка установлена сюда не на заводе. Мало того, что она вся облапанная руками. И она еще стянута пластиковой стяжкой. И, в принципе, она никогда не раскроется при всем желании. Даже если очень этого захотеть. Красота. Я не знаю, по-другому и не сказать. Вот здесь вот все ремонтировалось. Здесь все ремонтировалось. Отбивалось молотком. Причем, похоже, что это делалось все чуть ли не на коленке. Здесь все проварено. Шов. Помните, у меня был ролик про Outlander белый годовалый. Вот примерно такая же технология ремонта использована. Не удивлюсь, если это один и тот же мастер ваял эту работу. Здесь шов. Здесь. Здесь не заводской шов. Здесь не заводской шов. Вот это вот все не завод. Здесь не завод. Ну и вот здесь это просто, я не знаю, какой-то электродной сваркой все дело нахреначили. Все это дело сделали. Я, честно вам скажу, я всегда, когда смотрю такие машины, мне просто хочется их каким-то образом упокоить. Просто реально не отмучившись. Они отъездили свое. А их продолжают делать. Вот такие умельцы находятся. Их все-таки ремонтируют, что-то приваривают, что-то прикручивают. Но я, вот честно вам скажу, мне не хотелось бы останавливаться на достигнутом. И я бы... Давайте оторвем задний пайпер. Заметь, это не я сказал. Отрывать аккуратно будем. Отрывать будем аккуратно? Очень аккуратно. Он мне еще нужен. Он тебе нужен? Ну мы, если что, тебе его положим в багажник. Я видел, как ты просто передний бампер отремонтировал стяжками. Стяжки это... Да. Ну ты не против, да? Давай отрываем. Давай снимаем задний бампер. А потом у меня еще для тебя есть одно предложение. Ну да, я уверен, что ты не сможешь от него отказаться, хотя... Оторвем передний бампер. Не, я знаешь, что думаю? Я на самом деле могу тебе предложить для чистоты эксперимента. Но я думаю, ты все равно каким-то образом будешь это, наверное, делать. Да. Будешь делать, да? Да, я планирую. Тем более, пытаться делать. Мы с тобой смывочкой поработаем. Да, я на... Самое мало. Хорошо. А все равно. Не против. Тогда давай снимаем бампер. И потом захреначим пару-тройку швов смывки. Пару литров смывки. Пару литров смывки, да. Ну что, давай тогда делаем хорошо. Слушай, а еще такой вопрос. А у тебя вот здесь вот нету парктроников. Их и не было, или ты их потерял? Нет, они были. Они в машине лежат. Лежат в машине. Почему его парктроники у тебя в машине? Ну, после ремонта... Тебе нужнее? После ремонта бампера прошло не менее недели, как опять... Меня догнали. И ты сказал, Серега, не нужны тебе парктроники, баловство все это, положи их ко мне в машину. Истинные гонщики паркуются по хрусту. Ну, я заметил, что этой машиной владели одни лишь истинные гонщики. Одни гонщики, да. Ой, блин. Смотри, прям нахлест идет краски. Вот просто нахлест краски идет. Я не знаю, как вот так вот можно было покрасить. Ой-ой-ой-ой. И вот здесь, смотри, какое мясо. Тоже, это же все не завод. Это все не завод. Здесь вообще кусок малярного скотча забыли. Я тебе скажу так. Если делать это, делать это какими-то своими силами, либо силами знакомых мастеров, теоретически привести все это в божеский вид можно. Но говорить о том, чтобы сделать как на заводе... Нет, как на заводе речь не идет. Ты же понимаешь, да? Это все детский лепец. Что там кто-то сделал, как на заводе. И что заводские все технологии и так далее. Я не спорю. Можно сделать по заводским технологиям. К официалам поставить. Сделать все из оригинальных деталей. По их лекалам. Да, всем. Применяя их оборудование. Применяя их технологии. Да, ну ты понимаешь, сколько тебе это будет стоить в ремонте? У меня одна машина на канале выложена. Лексус 570. Дай бог памяти. Не знаю. За 6 миллионов. Что-то там 5 с чем-то миллионов. 5-200 миллионов. Ремонт обошелся. Машины при рыночной цене там 3 500. Но ее делали по каскам, по страховке. Да, там накаруселили и поимели по полной программе страховую компанию. Это понятно. Но если ты собираешься за свои деньги восстанавливать, именно восстанавливать, будь рад, если просто у тебя не отвалится шпаклевка, и она у тебя не будет ехать боком. Поэтому, знаешь, вот чисто как хобби. Вот восстанавливать как хобби. Если вам да нечем заниматься, пожалуйста. Иногда нечем. Иногда нечем. Иногда занимаемся. Иногда занимаемся. Ну что, давай тогда скидываем. Ну что, давай снимаем. Торжественный вынос тела. Куда его поставим? Сюда. Кто скажет, что некрасиво? Вот кто скажет, у кого повернется язык, сказать, что вот это вот плохо сделано. Это сделано с душой. Это сделано, не то что плохо, сделано хреново, но это сделано с душой. Здесь иначе и не скажешь. Серега, ты вот это видел? Вот я ему делал. А, это ты ему делал? Так вот, кто делает такими способами. Подожди, ну я надеюсь, что это только вот это ты делал. Все, что внутри, это не ты делал. Внутри не я. Не разочаровывай меня. Не я. Не ты? Не я. Ну ладно, хорошо. Этот грех мы тебе простим. Ладно, договорились. Полностью оторванный. Да? Да. А, это подожди. Здесь была трещина. Когда это... Вот так вот. Вот здесь трещина шла? Вот так вот она трещина шла, но она держалась на каких-то там... На замазке. А, и ты об этом узнал, когда как раз заехал куда-то там в столбик, и тебе скинули. То есть выкопать начали именно вот с этого, вот с этой проблемы. Да. А вот здесь вот тоже ты делал? Здесь было то же самое. У него задний щит был оторван вот до сюда. То есть просто оторван задний щит, и все? Ничего, красота. Поэтому то, что оно в таком виде, по сравнению с тем, что было, это очень даже. То есть ты считаешь, что примарафетили? Да. Знаешь, что я тебе скажу? Воды? Да. Смоем красочку со швов. Да, пожалуйста. Посмотрим. Да ты прям банку выливай. Прям банку выливай? Видишь, я тру. Вот заводская краска, она так быстро не сходит. То есть вот здесь прям сразу идет смыв. И давай, знаешь, еще где тогда потрем? Давай еще потрем вот здесь вот. Вот это тоже какая-то дичь незаводская. Какой-то электродной сваркой сделали. Приварили. По типу и так сойдет. Ну, смотри, прикол, да? Другого цвета просто. Черного цвета элемент. Нормально. Ну, здесь, конечно, 100% по жопе была такая нездоровая конетель, что у меня просто из нескольких частей собрали машину. Ну, вот смотри, да, для сравнения, например. Вот я здесь тру, просто снимается синяя краска, а под синей краской идет грунтовка. Вот это вот светленькая, да? Тру то же самое по вот этому корыту, где идет запаска. Здесь идет черный цвет. Так же, как и вот эта вот часть. Здесь, вон, видишь, черная краска, под черной краской уже идет металл. Шпаклевка идет. Здесь ее не должно быть. Ну, что, она тоже самая. Незаводская сварка. Здесь вот такая вот от души залепленная электродная сварка. Не скажу, конечно, что критично на фоне всего того, что мы увидели, но, как такая очередная монетка в копилочку. Ну, короче, здесь вопрос в чем? То есть, видим, да, что вот это не на заводе покрашено, вот это не на заводе покрашено. Здесь он все подзамято. Незаводские швы. Сверху полка вся незаводская. Был такой глобальный ремонт. И есть у меня такие предпосылки, что от задней части автомобиля, мягко говоря, не осталось живого места. Но я думаю, что это в принципе уже ни для кого не секрет. Я предлагаю тут особо дальше с мывкой не орудовать, потому что если мыть дальше, то есть еще туда глубже, да, надо разбирать уже салон. И я думаю, что у нас это просто затянется на несколько часов, но по большому счету... На несколько дней, а то и неделю. Да, на несколько дней, а то и неделю. Но не забывай, что потом все это дело еще надо... Собрать. Собрать обратно, да. Поэтому, чего вам? По заднице, в принципе, все понятно, да, что задница, что она есть, что ее нет. Ну, конечно, хорошо, что она есть, хотя бы в таком виде. Но... Можно было бы и лучше. Можно было бы и лучше, да. Тогда давайте, наверное, знаете, что сделаем? Пока вот здесь все оставим, как есть, потом будем собирать. Пойдем посмотрим по передней части. До конца стяжками подушка? Ну, я же говорю, там у лежи стоят с одной и с другой стороны. Ты прикинь, вот она идет с завода, эта подушка такими ленточками, специальными полосочками, сделана, да? Здесь идет просто тупо пластмассовыми стяжками. На заводе такими стяжками подушки уж тем более никто не будет делать. Кстати, насчет стяжек, Серег, вот объясни мне вот происхождение вот этого. Это... Это я на спринтах в сугроб уехал. В сугроб уехал. Но я вижу, что ты не потерялся особо, да? Да. Было минус 23, и стяжками я уже потом начал делать. Ты вообще узнавал, сколько стоит новый бампер? 20-30. 20-30 тысяч? А подержанный? Он подержанный. А, он подержанный 20-30 тысяч стоит. А сколько стоит комплект стяжек? Рублей 200. Рублей 200. То есть экономия налицо. Ну ладно, ладно. Хорошо, учтем, учтем. Сразу же бросается в глаза вот этот вот красный кусочек краски. То есть вот здесь на этом кронштейне под синей краской идет слой красной краски. Такого, само собой, быть не должно. И то, что мне не понравилось вчера, когда я предварительно осматривал машину на брызговике моторного отсека, вот на этом переднем, значит, правом брызговике, на нем также идут следы красной краски. Но для того, чтобы копнуть все это дело поглубже, нам потребуется снять воздушный фильтр. Снять воздушный фильтр. Сильно воздушный фильтр снимать не хотелось бы сильно. Сильно не хотелось бы, да, снимать? Тогда нам придется с тобой, знаешь, как сделать? Просто отодрать вот это вот, да. Ну зачем мы снимать воздушный фильтр, когда мы можем снять просто вот этот вот воздуховод? А почему тебе не хотелось бы фильтр снимать? Ты боишься, что мы его назад потом не поставим? Да нет, поставим. Ты не веришь, что я назад могу собрать? Нет, отдирай. Нет, не веришь? Ну давай на спор. Верю, давай. Отдирай. Да? Отдирай. Серега, отдирай. Ладно, на самом деле, не знаю, посмотрим Потребуется нам это или не потребуется Но я вижу, что он у тебя здесь держится Держится на таком На честном слове и на Ключике на 10 Пока Алексей ушел за набором ключей, кстати, вот он вернулся Сергей, скажи мне Вот это у тебя откуда? Вот почему так? Ты купил уже Вот так, вот так, то есть я имею в виду Клееные фары? Да Уже так было? Да Вот хорошо, когда есть человек, которому Можно поручить какие-то такие Ответственные моменты, а то я обычно все сам Сам, своими руками Да, так что, Леш, ты золотой человек Я не знаю, какой ты мастер В плане кузовного цеха, но разбираешь машину Ты божественно. Подожди, здесь Идет расходомер воздуха Он был подключен или нет? Да, был Я же подумал, что он у тебя без расходомера ездит Не расходомер А что это? Датчик температуры Это расходомер? Это расходомер стоит? Ты че? Конечно, это расходомер Ты че? Это расходомер стоит Ты нас не путай Слушай, смотри, мне нравится Это как, это у тебя У тебя какая-то инновационная система Или это с завода у Субару так предусмотрено Что трясешь бампер, у него крыло ходуном ходит Без комментариев Без комментариев Ну ты знаешь, на самом деле это определенная фишка Это определенная изюминка этого автомобиля Далеко не у всех так Да, во-первых, далеко не у всех такой бампер красивый на стяжках И не у всех вот эта тряска бампера переходит в колебание крыла Что? Что? Я не знаю, друзья Я с каждой минутой все больше и больше Как-то в таком чувстве легкого замешательства нахожусь По лонжерону на самом деле тоже ничего утешительного я сказать не могу Лонжерон фрагментально, частично красного цвета Вот этот вот брызговик также под синей краской имеет оттенки красной краски Полка крыла красная Вот эта вот поперечина красная Кронштейны красные Я вам скажу больше Даже петли, на которых крепится капот, они также красного цвета То есть о чем это нам говорит? Ну, то, что машина была серьезно битая И кроме того, как она серьезно была битая с задней части Она также была очень серьезно приложена передней правой стороной Ну, в общем, как-то так Часть задней части машины у тебя черная Середина синяя, местами голубая Лонжерон был красный, брызговик был красный Серег, ну, скажи мне, пожалуйста Вот какое у тебя сейчас ощущение? Что ты думаешь про свою машину? Ты ее узнал, так сказать, с новой стороны? Ты открыл для себя что-то новое, неизведанное? Ну, как? Ну, что ты думаешь? Что-то новое, конечно, открыл, но полнейший Ладно, что-нибудь сделаем с ней Ну, я тебе так скажу Всегда можно сделать корч Всегда можно, всегда можно, я согласен Выкинуть все, что можно Варить каркас и гонять на ралли А я тебе сразу говорил, что ты расстроишься Я тебе сразу предупреждал еще по телефону Что, Сережа, подумай, хорошо подумай Ты испортишь все настроение на ближайшие несколько дней Но, как показывает практика Я тебе могу единственное сказать в утешении Через 2-3 дня тебе станет легче Ну, это хорошо Ты соберись Я позвоню, скажу, чтобы Макс меня отпустило Все нормально, все Я все слезы выплакал Все сопли высморкал Все нормально Жизнь продолжается Конечно Ну, вот, замечательно Она же ездит, она же на ходу Ты знаешь, многие, многие люди себя Именно этим и утешают Она же ездит, она на ходу Аллилуйя Ты мне вот еще что скажи После того, что ты увидел Ты людям продолжаешь верить? Твои незыблемые какие-то постулаты Веры в людей подкосились Поколебались Поколебались За эти 3 часа И твое мировоззрение Кардинально изменилось Скоты все ненавижу Да, человека действительно Проняло Иначе Иначе и не скажешь Ну, нет, ну, как Как сказать Как сказать Ты мне вот еще что скажи Ты следующую машину Когда будешь покупать Я тебе позвоню Это правильный ответ Это правильный ответ Ты знаешь, это За сегодняшний день Я увидел 3 Вот такие позитивные тенденции С твоей машиной Первое То, что у тебя Вот такая вот запаска Это здорово Второе У тебя практически новый аккумулятор Это огромный плюс И третье Что ты понял Что доверяй, но проверяй Дорогие друзья Подводя итог сегодняшнего видео Мне хотелось бы еще раз Поблагодарить Сергея За то, что он позволил нам Отодрать бампер И не только отодрать бампер Отодрать машину в целом Да, здесь иначе и не скажешь Ну, мы просто Мы просто надругались над ней Спасибо тебе большое Пожалуйста Самое, наверное, основное То, что ты больше в людей не веришь Не верю Не веришь Понятно Дорогие друзья Еще раз, да Большое спасибо Сергею За то, что он нам предоставил Такую замечательную возможность Покопаться в этом автохламе Я думаю, ни у кого нет никаких сомнений Что машина Это действительно Самый такой настоящий Лютый автохлам И есть у меня Вот какое К вам предложение Или даже некий посыл Дорогие друзья Если у вас есть Аналогичные машины Либо у вас есть Какие-то предпосылки Думать, что вы купили Проблемную машину Вы можете точно так же Как и Сергей Написать мне письмо Предложить свою машину На обзор Разберем Покопаемся Выясним Ну, я не знаю Сделаем, наверное, какие-то выводы Опять же Особое внимание Для тех людей Кто покупал свою машину Новый Из салона Кто все там Три, четыре, пять лет Ее холит Лелеет Протирает тряпочкой Уверен в ней Как в себе Не пишите Не надо На самом деле Не надо Вот с хорошими машинами Лучше пишите Куда-нибудь на другие каналы Если у вас есть Вот такой прям Откровенный трешак И вы хотите Впечатлите Увековечить его На моем канале Welcome Милости просим Друзья Я уверен, что ваш автохлам Займет достойное место На моем канале А по итогам года Мы подведем итог По конкурсу Самый автохламный Автохлам России И владелец И владелец Самого главного автохлама У нас получит От меня ценный приз Не знаю Может быть не получит Я еще не решил Новую машину Ну ты новую машину Придумаем что-нибудь Там может быть Какой-нибудь освежитель воздуха Или набор ключей Там новую машину Так кто Новую машину На других каналах дарят У нас спонсора нет Уже Какой год работаем Без спонсора Хоть бы там Не знаю Какой-нибудь Аэрофлот Или Газпром Нами заинтересовался бы На сегодня я думаю Все Мы закончим Перейдем к сборке Серег Огромное тебе еще раз Спасибо Спасибо Подписывайтесь Да правильно Спасибо Спасибо Большое спасибо Друзья Подписывайтесь Ставьте лайки И не повторяйте ошибок Я думаю Так будет Гораздо проще И легче Заливай Да-да-да Да Размаш В общем пальцем Оказали мне Первую медицинскую помощь Поранился я При разборке машины Знаю Что надо Одевать перчатки Но В любом случае Вот так вот Врач Мне оказал помощь Еще я знаю Что правильно говорить Не одевать А надевать Но все же Помощь мне первая Оказана медицинская Поэтому можно дальше Пусть подстынет Думаешь Пусть подстынет Палец не засовывай В разные места Как оно туго здесь Мне такое впечатление Что Знаете как происходила покраска Вот я не знаю Взяли где-то по знакомству По большому блату Банку краски Вот как-то Залили Потом Значит в процессе покраски Поняли что Не хватает Лакрашного покрытия И стали Как-то вот как Попы освещают Вот так вот Святой водой Как-то вот так вот Стали красить эту машину У меня Других вариантов Реально нет Почему так получается Почему я Почему я Всех называю Сергеями Ладно Давай Субтитры создавал DimaTorzok